Всем привет! Очередная распаковка. Сегодня будет много всего интересного. По трек-номерам я уже посмотрел. Сейчас будем открывать. Некоторые даже сразу тестировать, смотреть, или оно работает. И в первой посылке у нас мороженица. Ехала очень долго. Ссылки уже будут в описании. Такая штука прикольная. Думаю, заливать туда обычный сок, замораживать. Возможно, там добавлю сахар или что-то в блендере сделаю еще. Не знаю. Удобная хрень. Стоит, по-моему, в районе 2 баксов. Очень дешево. Кто любит фруктовое мороженое, вот можно дома делать вот такие прикольные штуки. Думаю, сейчас сразу сделать и фотографию хотя бы вам выложить, чтобы вы посмотрели, как оно выглядит уже готовым. И следующую посылочку распечатываем. Здесь у нас какие-то коробочки. Коробочки. Раз, два, три. Это, скорее всего, лампочки. Сейчас посмотрим поближе. Да, это они самые. Насколько я помню, это лампы специальные, чтобы выращивать растения. Лампа светит, растение растет быстрее. Так, сейчас что-то оно прокручивается. Здесь странно. Еще шибанет сейчас током. Надо включить, посмотреть, или работает. Работает даже. Ничего себе. Вот так вот прикольно светилось. Пока я не выключил. Здесь несколько диодов есть. Не знаю, вам видно или нет. Наверное, на камеру не видно. Одни светят синим, одни. Желтым. Ну, прикольная штука. Одна светит даже очень мощно. Жаль, нет никакого описания, сколько там ватт и все такое. А пакетик я уже выбросил. Но точно помню, что у нас они стоят очень дорого. В районе гривен 500. Это 20 долларов за одну. А я купил в районе 2,5 долларов за одну. Ну, очень экономно покупать такие штуки в Китае. И следующая посылочка. О, это уже для моей палатки. Думаю, поехать летом на море дикарем с палаткой. Там пожить несколько дней. Палатка у меня уже есть. И заказал вот такие вот крючки, чтобы забить их в песок. Не знаю, как глубоко в песок они зайдут. Ну, точнее, хватит ли их вообще для песка. Заказал два комплекта для двух палаток. Тоже оказалось, в Китае это купить намного дешевле, чем покупать здесь. О, это штука для крана. Я вот думал, она уже не приедет. Тоже, наверное, встречали такое. Это аэратор. Специальная вещь, чтобы кран как бы раздувался, раздувался, раздувался струя воды. Там добавлялся воздух и получается расход воды меньше. Мыть можно точно так же. Вот так она крутится. Универсальная, по идее, штука должна подойти на любой кран. Не знаю, как на любой. Нужно будет посмотреть. Если, в общем, не подойдет на мой кран, просто комментарий вам напишу, подошло или не подошло. Стоит тоже очень дешево, в районе полтора бакса. И, естественно, в Китае будет стоить дешевле, чем здесь. есть. И следующий коробулини у нас много пенопласта. Ах, как оно ужасно скрипит. Выбрасываем и проверяем. Оцените, это как обычная лампа Ильича, но внутри там диоды. Прикольно. Насколько ярко оно светит, интересно. Ну, я бы сказал, что не очень ярко. Но для какой-то маленькой комнатушки подойдет. Ну, вообще, как прикол. Вот такая вот лампочка. Ничего себе, она помехи пускает. Смотрите. Жесть. Прикольная штука. Не помню, сколько стоит. Ссылка будет в описании. Посмотрите. Заказывал просто ради прикола. Да, я много чего так заказываю ради прикола. И следующая посылка. Многие посылки я сейчас распечатал не на видео, потому что их слишком много. То, что вам возможно было бы неинтересно. Возможно, я даже не знаю, но я уже его распечатал и отложил. А здесь осталось то, что более-менее прикольное. И последнее. Еще одна предпоследняя посылка. Это лампочка такая для кемпинга. Тоже думал ее в палатку прицепить, но я думал что она побольше размером. Вот так, если в палатке у вас сверху есть какой-то крючок, то можно туда прикрутить. Сюда можно вставить три такие лампочки или большую. Сейчас я вам ее покажу. Где-то у меня такая была. Вот только сегодня распечатал. Думаю себе собрать пауэрбанк, поэтому заказываю к нему. Вот такие две батареечки пришли сегодня. Сейчас посмотрим как оно светит. А оно вообще не светит. Может разряженное пришло. Это что за штука непонятная. Я думал оно будет заряжаться от розетки. Но никаких кабелей нету в комплекте. Странно. Может реально батарейки разряженные пришли. Э выпадай. В общем с этим нужно будет еще разобраться. Может вторая батарейка заработает. Минус все верно. Вот как. Одна батарейка почему-то не работает. Ну прикольная штука. Вот так оно светит. Думаю ночью будет нормально. как долго будет светить не знаю. Очень много диодов здесь. Вот такая вот лампочка стоила в районе 5 долларов. Буду юзать. и последняя посылка. Тяжелая. Вот это самая интересная для меня посылка. Сейчас посмотрите что это. Думаю с этим тоже еще дополнительное какое-то видео сделать. Показать вам как оно работает. Электрическая помпа. Стейл для аккумулятора 12 вольтовая должна идти. Да 12 вольт на ней написано. Такой толстый притолстый кабель. Это погружной насос. Опускается в воду. Сверху одевается шланг. И шланг. И вот это на аккумулятор кинуть можно. И оно должно качать со скоростью 30 литров в минуту. Это очень даже неплохая скорость. Но я рассчитывал погрузить ее глубоко на метров 5 в колодец. Не знаю получится ли. Думаю снять еще об этом небольшое видео. Сейчас буду все тестировать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Будет много чего интересного. Пока. Удлинил провод для этого насосика. Купил целых 20 метров. Надежда конечно была, что он будет качать из глубины. Но не получилось к сожалению. Вот я подключил 20 метров шланга. И он не смог этот шланг продуть даже из ведра. Его максимальная подъемность это 2 метра. Вот здесь у меня есть пример вот такой вот здесь конечно не 2 сейчас метра но я замерял на двух включаем его на кнопочке он начинает качать. Подходит разве что для бассейна точнее дома фонтанчика какого-то небольшого. Насос погружной полностью можно его окунать. Фильтр там какой-то стоит. вот видите на такую небольшую высоту он уже качает не столь сильно. Еще небольшой перегиб получился. Довольно быстро я надеялся что он из глубины будет качать но с глубины качать он отказался к сожалению.